Всем привет! Сейчас будем устанавливать розетку. Делается это очень просто. Прошу прощения за ракурс, что я к вам спиной. Просто по-другому не получится никак. Для начала покупаем обычную розетку. Я выбрал розетку фирмы Nilsson. Это турецкая компания. По качеству я не знаю, как эти розетки себя характеризуют, позиционируют. Но когда я ее вытащил из упаковки и визуально осмотрел, то понял, что качество достойное. Меня лично все устраивает. Отличный пластик, крепкий, нехлюбкий. Сделана интересная пластиковая защита всех металлических контактов. Я такой первый раз встречаю, никогда не видел. Может быть все розетки сейчас делают так, но именно вот эта розетка защищена пластиком сверху. Интересное решение. Хорошо, приступим к установке. Вот у нас есть два контакта. Один из них фаза, другой из них ноль. Лучше отключить от сети данный выход на розетку. Сделать это можно в вашем счетчике в подъезде или в вашем счетчике возле дома. Куда подключать ноль и куда подключать фазу не имеет значения. Это можно сделать как вверх, так и вниз. Дальше определитесь с местоположением вашей розетки. Будет она находиться вот так или вот так. В данном случае у меня выбора уже нет, потому что обои, видите, как наклеены. Так наклеены, что я не смогу ее так расположить. Можно, конечно, но тогда придется здесь что-то придумывать, чтобы убрать вот эти вот косяки. И поэтому я расположу ее вот так. Хотя, конечно, очень хотелось бы расположить вот так, потому что кабель, который у меня идет с этой розетки, он идет на компьютер. И получается, если в таком положении розетка входит штексель сюда, и получается кабель идет на изгиб сразу. Раз, и выходит, он гнется, он всегда на изгибе вот так идет. Если я, допустим, расположу розетку вот так, то тогда у меня раз, вошел кабель, и все, и он тут же выходит вниз. То есть так будет лучше, именно в моем случае. Посмотрите в вашем случае. Вот, кстати, этот кабель, вот видите, вот я его втыкаю, и он у меня автоматически гнется. Если я расположу розетку вот так, то видите, что кабель сохраняет свою структуру и не идет на излом, а значит, прослужит вам в 10 раз дольше, может даже и в 20 раз дольше. Но чтобы вот так эксплуатировать кабель нежелательно. Я вот думаю, хотелось бы расположить ее вот так, но тогда нужно придумать, чем мне закрыть вот эти вот части. Давайте я сначала установлю розетку, а потом уже буду думать о своих каких-то проблемах. Расположу ее сразу вот так. Для того, чтобы установить внутреннюю часть розетки, я, честно говоря, не знаю, как она называется, для этого нам нужно открутить вот эти вот места, раз, и два. Открутив эти места, у нас появляется доступ вот сюда и вот сюда. В эти отверстия мы можем всунуть наш кабель из розетки. Ну, это не кабель, это у нас провод называется правильно. И дальше фиксируем этот провод, закручивая его. И все. Сейчас я покажу, как это делать. Я, конечно, делаю все неправильно. Я не отключил розетку от электричества. Но будем надеяться, что током меня не ударит. Итак, откручиваем, как я и говорил вам, вот эти места для того, чтобы у нас сюда мог войти кабель. Вернее, не кабель, это провод. Я с терминологией путаюсь, потому что, не потому что, я не знаю, как это называется, а просто потому что я немного не собран. Хорошо. Теперь спитаем нашу... Вот. Готово. Второй. Хорошо зажимаем эти места для того, чтобы провод не выскочил, потому что он достаточно упругий, и в какой-то момент он может выскочить. Не забываем, что расположение розетки у нас вот такое, поэтому вот эти места, вот вход в штепселя, мы располагаем точно так же. Теперь нужно розетку утопить внутрь, внутреннюю часть, расположить примерно по центру. И вот этими болтиками мы можем затянуть розетку. Там стоят такие распорки, и они вот таким образом раз, и затягивают розетку, так что она не двигается. Зажимаем хорошо, потому что в процессе эксплуатации, когда вы всовываете-высовываете штепсель, особенно евроштепсель толстый, розетка подвергается, ну, такому сильному воздействию, и она может вытащиться из своего этого места посадочного. Поэтому затянуть нужно хорошо, но и не так сильно, чтобы ничего там не сломать и не сорвать резьбу. Это нужно чувствовать. Всё, затянули. Теперь мы устанавливаем нашу декоративную панельку. Делается это просто. Придерживаем наши винтики, для того, чтобы они вошли в точно посадочные места. Затягиваем. Затягивать сильно нет смысла, потому что этот пластик может треснуть. Он и так будет держаться. Вот так, чуть-чуть закрутили. Выставляем уровень, чтобы розетка у нас стояла ровно. Фиксируем рукой и затягиваем. Вот и всё. Розетка стоит жёстко. Вот я её даже сдвинуть не могу с места. Настолько жёстко она стоит. Ссовываем наш штепсель. Загорается всё, что необходимо. Это означает, что компьютер включен и может работать. Всем спасибо за просмотр. Оставайтесь на связи, подписавшись на мой канал. И обязательно поставьте палец вверх. Вам не сложно, мне приятно. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok